Сегодня среда, 17 февраля, на канале РТВ и время международных новостей. В студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Турция не рассматривает возможности наземной операции в Сирии. Вице-премьер Илчин Акдаган заявил, Анкара не заинтересована в войне и не стремится к ней. Вместе с тем, политик повторил требования турецких властей создать зону безопасности у границы со стороны Сирии. В этом регионе активны курдские ополченцы. Акдаган в этой связи отметил удары по позициям курдов, это меры против их планов закрепиться у границы, а также шаг по обеспечению нацбезопасности Турции. Одновременно вице-премьер обвинил в нанесении ударов по территории Сирии Москву, призвав оказать на нее давление. В самой России выступают с обстречными обвинениями. Представитель Минобороны страны Игорь Коношенков обрушился с критикой на Турцию, находясь на российской базе Хмеймим в Сирии. С конца прошлой недели Турция наносит массированные артиллерийские удары из крупнокалиберных артиллерийских установок как по сирийским правительственным войскам, так и по отрядам оппозиции в приграничных районах. Средствами объективного контроля зафиксировано нанесение турецкой артиллерии более 100 залпов по приграничным населенным пунктам в провинции Алеппо. Жесткой критики действия Турции в Сирии подвергли и в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала происходящее беспределом, прямо обвинив Анкару в поддержке террористов. Турция обстреливает просто населенные пункты через свою границу, перебрасывает туда деньги, людей, материально-технические средства, просто потому что не может пережить, что эти районы освобождаются от террористов, экстремистов, от тех, кого они так долго пествовали и так долго там поддерживали. В столице Украины тем временем новый виток политического кризиса. Парламентская фракция партии «Бытькивщина» – это политическое движение к зловой правительства Юлии Тимошенко – вышло из правящей коалиции. Решение связано с недовольством тем, что действующий премьер Арсений Ценюк сумел сохранить свой пост. Накануне голосование в Верховной Раде за отставку главы Кабмина провалилось. Постановление о вот уме недоверия правительству не набрало необходимого количества голосов. Теперь Тимошенко призывает и другие парламентские фракции последовать примеру «Бытькивщины» и покинуть правящую коалицию. Новые санкции в отношении КНДР на стадии проработки. Совбез ООН готовится принять очередную резолюцию, направленную на усмирение ядерных амбиций последователей идеологии Чучхе. По данным дипломатов, наказание на сей раз будет адресным против лица организаций, связанных с ракетной и ядерной программами. Впрочем, конкретных сроков в Нью-Йорке не называют. Пока в ООН составляют резолюцию, США нашли более реактивный способ остудить пыл северокорейцев. Моя коллега Нина Шамуги со сводками с корейского полуострова. Самолеты-невидимки, чтобы видели и боялись. На территории Южной Кореи сегодня летали четыре истребителя ВВС США F-22 Raptor. Объект устрашения самолетов пятого поколения, которые могут нести ядерное вооружение, северный сосед Сеула – Пхеньян. КНДР с начала года успел провести, как уверяют власти, тестирование водородной бомбы, а также запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Разгулявшийся аппетит Ким Чен Ина вызывает беспокойство как Сеула, так и Вашингтона. Соединенные Штаты неизменно привержены защите Республики Кореи и поддержанию стабильности на корейском полуострове, в том числе с помощью конвенциональных вооружений и нашего ядерного зонтика. На юге корейского полуострова бомбардировщик Б-52. В порт Пусан вошла атомная подлодка США «Северная Каролина», накануне выполнявшая задания в рамках совместных южнокорейско-американских маневров в Японском море. А еще до этого Сеул и Вашингтон договорились о размещении в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD. Провокации Северной Кореи привели к серьезному кризису на корейском полуострове. В этой ситуации ВВС Южной Кореи и США, государство самой мощной армии в мире, готовы противостоять провокациям Северной Кореи и жестко наказать ее. В самой КНДР вчера отмечался один из главных государственных праздников – день рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя Северной Кореи. Торжества на фоне демонстрации ядерных успехов Пхеньяна. В Сеуле не до праздников. Президент Республики Корея Пан Канг Хэ вчера анонсировала – южане примут жесткие и более эффективные меры, чтобы Северная Корея с горечью осознала. Развивая ядерную программу, она не выживет. И это приведет только к ускорению коллапса режима. Председатель Комитета по международным делам парламента Южной Кореи Накен Вон пошла еще дальше, предложив обдумать все возможности, включая смену северокорейского режима. А глава парламентской фракции правящей партии Саэн Нори Вон Юнг Чхоль предложил Сеулу выйти из режима нераспространения и обзавестись собственным ядерным оружием. Жесткой критике подвергся режим Ким Чен Ина и со стороны своих вечных покровителей – Китая. КНДР должна заплатить необходимую цену за свои действия. Они нарушают резолюцию Совбеза ООН. При обсуждении проекта резолюции в отношении КНДР в Совете Безопасности важно, чтобы был включен пункт относительно возобновления шестисторонних переговоров. Китайский дипломат убежден – переговоры по иранской ядерной программе принесли результат. Такой же успех нужно повторить и с КНДР. То, что вдруг после семи десятков лет Поднебесная готова отказать протекции режима Чучхе, эксперты объясняют стратегической коллизией. Китаю запуск северокорейской ракеты создал едва ли не больше долгосрочных проблем, чем самому Пхеньяну. Перспектива появления в Южной Корее комплексов THAAD вызвала бурное недовольство Пекина. Дальность действия этой системы намного больше, чем необходимо для защиты корейского полуострова. В КНР политику США в регионе расценивают как попытку нанести ущерб китайским стратегическим интересам безопасности. Используя ядерную проблему КНДР как оправдание. Ну что ж, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА